В любой реальности, любая реальность виртуальна, поймите. Если, допустим, вы читаете, если вы поклонник Достоевского, и вы вот, представляете, вы читаете день и ночь романы или там Достоевского «Дни к писателю», вы тоже погружаетесь в психологическую виртуальную реальность Достоевского, этого самого его города, Скотопригоневска, где живут Карамазовы, или города Бесов, где живет там Мария Лебяткина, или Шатов со Ставрогиным. Погружаясь в мир литературы, вы погружаетесь в психологические поля такие и семантические пространства, которые формируют писателя, захватывающие вас. А кто-то погружается в путешествия, он ездит по миру, кто-то сидит в нирване. Но это не имеет значения, поскольку это фундаментально не влияет на человека как такового. Люди всегда, еще раз подчеркну, живут между жизнью и смертью. Люди являются храбрыми или трусами, глупыми или умными. Люди являются трудолюбивыми или ленивыми. Мужчинами или женщинами, в конце концов. Или испытывающими внутренние фрустрации, которые там приводят к разного рода гендерным перверсиям внутренних, сексуальным перверсиям. Но это было всегда во все века, со времен, как Адам и Ева, по этой мифологической трактовке ступили на землю. Ничего не изменилось. Первая ложь, а ложь это один из способов перверсии, между прочим, скрыть собственное «я» и остаться самого себя. Была в раю, когда спросил Господь, где ты был, Адам? Адам сказал «я гулял», хотя он не гулял совсем, а нарушал заповедь Божию и ел яблоко с древа познания добра и зла. Почему Адам так сказал? Потому что он захотел спрятать собственное «я», оказаться в своем виртуальном мире, где он принимает решения, а не Господь Бог, не жить по закону, по объективному закону, этике там внешней, которую ему сказали. Захотел познать, а вот это древо познания добра и зла, оно находится всегда в центре человеческой личности, как индивидуальной, так и коллективной личности. Поэтому я не считаю, что виртуальный мир даст нечто принципиально новое. Но, может быть, многие люди станут меньше заниматься физкультурой, мышцы у них станут более дряблыми, они станут меньше бегать. Но, с другой стороны, мы видим, как наоборот, как виртуальный, чем больше виртуальность, тем больше людей занимаются фитнесом, джогингом и разного рода поддерживают свои тела в нормальном состоянии. Сто лет назад это же было абсолютно 200 лет назад. Все люди были практически, все люди были физически сильными. Людям приходилось много ходить, ездить на лошадях, понимаете, там, не знаю, ездить в каретах, что серьезный труд достаточно. Поэтому я не думаю, что какие-то принципиальные изменения в связи с виртуальной реальностью ждут человека. Это просто... Вот вы читать не умели, потом, научившись читать, у вас появилась своя виртуальная реальность. Сначала это Малышик Карлсон, потом Попедлины Чулок, потом более сложные вещи, потом вы дочитались до Ницше, Хайдегера и Эммануила Валерстайна. Но, по сути-то, это тоже виртуальная реальность, интеллект. Это интеллектуальное знание.